Мать и ребенок Сходил с лестницы, никак не мог, потому что лестница была очень крутая, то есть водитель то ли в зеркала не смотрел, не знаю, он начал закрывать двери, вот в это время произошел хлопок, от которого ребенок испугался, он очень боится шума, схватился за голову и видно у него равномесие было потеряно, он стал падать на меня. А бордюры железное ограждение Нелли Николаевна не ударилось лишь чудом, иначе серьезной травмы было бы не избежать. Сын ее оказался под колесами автобуса, встать самостоятельно мальчик не мог, у него ряд врожденных недугов, ДЦП, аутизм, серьезное отставание в развитии. Плюс ребенок испугался и растерялся. Из автобуса на помощь никто не вышел, все, как рассказывает пострадавшая, вели себя очень грубо. Я пыталась его вытащить, кричала, мне никто не помог, вышел кондуктор из автобуса, просто посмотрела, что с ребенком и со мной ничего не произошло страшного и ушла. То есть вот я сама его своими силами вытаскивала оттуда из-под автобуса, он не понимал, как ему выйти, то есть старался поднять голову, а у него не получалось, потому что посадка у автобуса была низкая очень. Нелли Николаевна педагог, тьютер у особенных детей. Сейчас вышла в финал конкурса «Учитель года». Сама ведет активную жизнь и помогает всем, кто в этом нуждается. Поэтому равнодушие горожан к приключившемуся с ней несчастью женщину поразило. Они мне говорили, вот истеричка, выйдите вообще из-за автобуса. Я их попросила просто попросить хотя бы прощения у меня за все за это. То есть ничего не последовало, мне, конечно, было очень обидно. Кондуктор говорит, а что с ним такого произошло, он здесь всего инвалид. Ну вот эта фраза меня, конечно, вообще убила и привела полное прям бешенство. Водитель автобуса вызвал на место происшествия сотрудников госавтоинспекции, чтобы те оформили протокол о дорожно-транспортном происшествии. Виновный понесет административное наказание. Если причинен легкий вред здоровью или вред средней тяжести, то в данном случае водителю грозит административная ответственность по статье 12.24, часть 1, если это легкий вред здоровью, если средней тяжести, по статье 12.24, часть 2, кодекса об административных правонарушениях. А в данном случае водителю грозит штраф в зависимости от вреда, причиненного здоровью, либо лишение права управления транспортным средством. Растерянная мать также позвонила в центр содействия. Оттуда уже обращение отправили к уполномоченному по правам человека в регионе Наталье Ковалевой. Омбудсмен отреагировала незамедлительно, обратилась к дежурному полицейскому, сообщила номер автобуса и попросила разобраться в ситуации. Отношение на месте ДТП к пострадавшим сразу изменилось в лучшую сторону. Наталья Ковалева на этом останавливаться не намерена. Ее цель – наказать за хамство водителя и кондуктора. Я уже буду писать соответствующее письмо, я не знаю, кому этот автобус принадлежит, владельцу данного маршрута, о том, чтобы этот вопрос рассмотрели, принесли извинения и приняли все меры, чтобы подобного не случалось. Потому что о том, что трогается автобус и иногда не видит, и люди выходят, или маршрутки, ты заходишь, а маршрутка тронулась, а ты ногой там лежишь, это действительно часто происходит. Омбудсмен подчеркнула, такое хамское отношение от некоторых водителей терпеть приходится не только инвалидам, но и пенсионерам, детям, всем беззащитным категориям граждан. Единственное законодательное решение – прописывать в требованиях перевозчикам необходимость корректного поведения водителей-кондуктора. Наряду с врачебной и учительской этикой должна появиться этика перевозчиков. Нелли Николаевна никаких новых обязанностей от водителей и не требует, просит только соблюдать должностные инструкции. Если бы автобус остановился там, где положено, ЧП удалось бы избежать. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Смиволков, РТВ Иваново.